Национальный рекорд областного значения поставили 83 рыжеволосых человека в рамках фестиваля «Рыжий город», который прошел на этой неделе в Одессе. А еще в наш город съехались артисты интересного жанра на первый международный фестиваль уличных театров. Об этих ярких культурных событиях узнаете из нашего следующего сюжета. Шестилетняя София гордится своими рыжими локонами и веснушками. Пропустить фестиваль девочка просто не могла. Я детка родилась красной, тогда выросла, уже стала рыжей. Я очень не люблю ходить с панамкой и с кепкой, поэтому я хожу всегда без кепки. Возле памятника Дюку много людей с рыжими волосами. Те, у кого другой цвет волос, надели оранжевые парики. Тут и клоуны, которые раздают детям мороженое, и мимы на ходулях. Сначала для пришедших организовали конкурсы, выбрали короля и королеву вечера. Когда людей собралось побольше, представитель национального реестра рекордов Украины начал подсчитывать натуральных рыжеволосых людей. 83 человека сегодня собрались на одной локации. Это новый национальный рекорд Украины, правда областной, но немножечко не хватило. Киев мне сказал, Дима, нету 100 человек, это область. Если больше 100 человек, это национальный рекорд. Участники выстраиваются в колонну и шумно идут по центральным улицам города. Конечный пункт – горсад. Там для всех рыжеволосых организовали концерт. Когда мы приглашаем людей на фестиваль «Рыжий город», в первую очередь мы хотим их освободить от пессимизма, улучшить психологическое состояние. Мы хотим объединить одесситов, гостей города. Фестиваль «Рыжий город» в Одессе проходит уже третий год подряд. По словам организаторов, он начал набирать популярность. Приезжать стали рыжеволосые участники и просто гости из других городов и даже стран. А это театр импровизации «Зао» из Кишинева. Участники первого международного фестиваля уличных театров приехали искать общий язык с одесситами через крик. У нас будет путешествие по разным точкам города и общение с городом через крик. Мы взяли фольклорные крики Молдовы и они как бы создают такой оклик того, что сейчас происходит. И мы будем слушать вместе со зрителями эхо. Когда эхо к нам придет, мы начнем общаться друг с другом и у нас возникнет какая-то история тоже через крик. Каждый участник фестиваля уличных театров привез в Одессу что-то свое. Два дня на трех площадках актеры из Украины, Молдовы, США и Италии показывают различные перформансы. Например, Владимир Загороднюк с оранжевым настроением подготовили уже полюбившийся спектакль «4D придурки». Ну, короче, я так странно двигаюсь. Ну, типа, ну, 4D немножко у меня измененное пространство. И я немножко так, знаете, вот как-то странно по, скажем так, как интернет. Знаете, бывает тормозить, так же тормозит мое сознание в моем состоянии. Вот так. Кроме артистов уличных театров, настроение зрителям задавали мелодии в исполнении одесских музыкантов.